Сегодня миллионы верующих отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господня или Богоявления. Этим утром во всех храмах региона прошли праздничные литургии. И сегодня, по традиции, на центральной набережной возле памятника Гаситель состоялось водосвятие. Молебен совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Подробности в репортаже Александра Кулешенко. О нем же благоволих, О, Господи, Господи, Слава, Тебе! Десятки священнослужителей и прихожан на центральной набережной Волгограда. Запах ладана и православные песнопения – традиционный символ одного из главных христианских праздников – Крещение Господня. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужил водосвятный молебен. У меня душа радуется от того, что Бог пришел к нам, он нам эту веру принес. И у нас все, и в душе светло хорошо от этого праздника. Я испытываю великую радость присутствовать на великом течение освящения вод, реки Волги, и когда служит наш владыка, это тоже большая радость. Вообще, такой великий праздник. Из-за непростой эпидемиологической обстановки в этом году самую посещаемую купель в центральной части города было решено не организовывать. Русская Православная Церковь ранее рекомендовала и вовсе отказаться от крещенских купаний. Проводить обряд омовения – это больше народная традиция. Священнослужители говорят, для христиан главное – посетить службу в церкви, исповедаться, причаститься и принять крещенскую воду. Встречать этот праздник надо в духе, опять же, воспоминания того, что мы можем освободиться от любого греха, который у нас есть, и от любой страсти, от любой мысли. Если мы исповедуемся Господу, то эти страхи Он от нас заберет, и вместо них вселят в нашу душу веру, надежду, любовь и радость. И тем не менее, в этот сочельник сотни волгоградцев не стали изменять традиции, мы отправились на водоемы. Для этих целей на территории области оборудовали более 60 купелей, 6 иорданий в Волгограде. Их организовали на Спартановке, в Краснооктябрьском, Кировском, Красноармейском, Советском районах, в Дзержинском, на Ангарском пруду. Хорошая вода. Холодно? Нет, не холодно. Крещенский мороз очень хороший. Силу духу поднимает, вера, поэтому очень сильная вера. Сначала холодно, а сейчас жарко, когда там перекрестился, то есть как бы, как крылья, как будто, не знаю, дают. Отлично, ребята, пробуйте, делайте, это нужно. Специалисты при совершении таких водных процедур просят не забывать о хронических заболеваниях и рекомендуют объективно оценивать состояние здоровья. Чтобы экстренно оказать помощь, на водоемах дежурили врачи. Мы можем оказать первую врачебную помощь, это значит массаж сердца, вентиляция легких, значит обморожение, оказываем переломы, вывихи. На местах работают и сотрудники аварийно-спасательных служб, полицейские, инспекторы МЧС и добровольцы. Всего более 660 человек задействованы на всей территории области. Пандемия, коронавирус, и необходимо соблюдать социальную дистанцию, необходимо обеспечить так, чтобы не произошло никаких отрицательных воздействий болезни на тех людей, которые будут принимать обряд омовения. Значит, с этой целью будет произведена определенная разметка, то есть будет соблюдаться дистанция между людьми перед входом и выходом из купели, значит, и не будет допускаться большое скопление людей в одном месте, значит, и мы думаем, что все это принесет свои положительные результаты. Надо сказать, чтобы все люди соблюдали определенные мероприятия. Это прежде всего не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Прежде всего быть готовым, чтобы была рядом сухая, удобная обувь, какие-нибудь халаты, растереться после проведения обряда. Конечно, лучше же попить горячего чая, согреться и с созданием выполненного своего волеизъявления отправиться домой. Также в Крещение принято набирать воду. Ее весь год бережно хранят и пьют с молитвой. Освечается вода в колодцах, реках и озерах, в храмах, городах и сельских поселений по всему региону. Прошли праздничные богослужения. Александр Кулешенко, Юрий Комочков, Вести, Волгоград.